Я предлагаю вам перейти к практической части нашего вебинара и пошагово проработать видеофрагмент. Мы начнем с просмотра видео. Ну, кто-то уже смотрел, кто со мной занимается. Тут есть люди, которые мои ученики. Я их приветствую. И этот ролик они видели. Это кусочек из игры «Кто хочет стать миллионером?» Готовы смотреть? Если да, поставьте плюсики. Готовы? Молодцы. Начинаем. Ну, кажется, мы идем за миллион долларов. Я не могу поверить это. Миллион долларов и все твои вебины в теке. Вы не нужны эти гиганты. Лайф 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 Лайф. Ну, давайте просто выможем вас познцию. Пожалуйста. Если вы не сможете, вы будете reduzить по $468,000. Вы снова возвращаете по $32,000. Вот это. Вот здесь есть 1 миллион вопрос. Мы не увидим их здесь, только один из этих компаний ever won 500,000 на нашем show. Если вы готовы, давайте идем за миллион. В чем из этих президента США появились на телевизионной серии «Лафф-In»? Линдон-Johnson, Ричард-Никсон, Джимми Картер, Джеральд Форд. Я хочу называть моим родителям. Я использую мою жизнь, называю моим родителям. Что их именем? Мой отец. Я говорю о моим отец. Он имеет имя, да, Том. Итак, друзья, у меня есть отец, и мы увидим, если он может помочь. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ай! У нас есть сын, Джон, с нами сейчас. Он работает довольно хорошо. Хорошо. Он получил полмиллион долларов. И он идет за миллион долларов. И он нужна ваша помощь для того, чтобы идти туда. Окей! Он придет на линии, читает вопросы, четыре возможные ответы. Один из них будет правильный ответ. И следующий голос вы слышите будет Джон. Джон, у вас есть 30 секунд, начинается сейчас. Ирина Анастасия. Привет, папа. У меня очень нужна ваша помощь, но я просто хочу сказать, что я собираюсь победить миллион долларов. Потому что, когда президент США появился на Лафин, он говорит Ричард Никсон, это мой последний ответ. Так, хорошо. Мы с вами просмотрели фрагмент. Давайте мы с вами проверим, на сколько процентов. Вы поняли? Здесь, на следующем сайте у меня есть вопросы. Why did John Carpenter phone his father? Зачем John Carpenter позвонил отцу? Первое. He didn't know the answer, so he needed his father's help. Он не знал ответ на вопрос, ему нужна была помощь отца. He knew the answer, but still doubted, so he wanted to ask his father. Он знал ответ, но сомневался, хотел уточнить у отца. C. He knew the answer, and he didn't need his father's help, but he wanted his father to know that... Он знал ответ, ему не нужна была помощь отца, но он хотел сообщить ему это. D. He forgot the answer, but as soon as he found his father, he remembered it, and he didn't need his father's help anymore. Он забыл ответ, но когда позвонил отцу, он вспомнил, ему не понадобилась помощь отца. Так, смотрим ответы. C. Ярослав, да, он у нас на 100% понял. Да, Ярослав. Так, и Алла. А, да, ответ C. Он знал ответ, ему не нужна была помощь отца, но он хотел сообщить ему это. Да. Ну, Ди немножко запутала, да, потому что, ну, зачем же он звонил? Ну, вот он хотел вот так ярко выиграть, наверное. И давайте мы с вами сейчас разберем текст, скрипт. Так, Дэнни не поняла. Арина, ну, вот Карпентер, Джон Карпентер, он позвонил своему отцу на последнем вопросе, но он ему сказал, что мне не нужна твоя помощь, я знаю ответ. А Ди был для того, чтобы запутать вас, да. Что, ну, может быть, он сначала забыл, ну, стал паниковать, позвонил отцу, а потом позвонил и сразу вспомнил. Да, поняли теперь, хорошо. Давайте тогда дальше идем. Мы с вами сейчас проработаем уже текст. И первый шаг мы с вами сделали. В общем-то, я потом дам инструкцию, да, как работать с текстом, пошаговую. Мы с вами сделали первый шаг. И первый шаг это скимминг. От английского слова ским, снятие сливок. Это первичное прослушивание или прочтение с целью ловить смысл. Вот сейчас мы будем уже разбирать. То есть при первичном чтении или первичном просмотре ваша задача понять основной смысл. То есть идет на скимминг. Потом вы, если не поняли основную тему, слушать надо еще. И дальше вы начинаете слушать для того, чтобы как можно больше набрать деталей. Это уже другая работа. Эта работа нацелена на выискивание деталей. Называется сканировать. И сейчас мы с вами переходим уже к тексту. Мы это будем делать после того, как мы много-много раз прослушали. Вот уже все. Не осталось больше ничего, что мы можем вычленить. Ну, ничего страшного, не изучали. Все восполнимо. Ясно. Вот эта инструкция, она универсальна. Универсальна. Сначала слушаем для скимминг на основную мысль. Потом для скеннинг, чтобы как можно больше деталей. И когда уже мы не можем никаких деталей выдернуть из услышанного, мы берем напечатанный текст. Давайте мы с вами начнем его читать, переводить. Вы приготовьте ручки, блокноты. Будем выписывать новые слова, читать и переводить. Приготовьте. Давайте мы, минуточку, кто не взял, ручку, листочек. Давайте мы минуточку подождем. Напишите, если вы готовы, единичку. Готовность номер один. Так, Алла, готова. Так, готова. У всех ручки есть. Все вооружились ручками. Отлично. Можем идти. Давайте мы с вами будем читать по предложениям, чтобы сэкономить время. У нас время ограничено, к сожалению. Правильнее было бы весь слайд прочесть, а потом еще раз по предложениям. But Regis говорит, well, it looks like we're going for a million dollars. Ну, well, это что у нас, well? Ну, it looks like, it looks like, выглядит так, что мы, we're going for a million dollars. Что мы идем за миллионом, за миллионом долларов. Audience laughs. Аудитория laughs. Смеется. I can't believe it. Не могу в это поверить. I can't believe it. Believe, верить. Если кто-то не знает, выписывайте новые незнакомые слова сразу же. A million dollars and all your lifelines intact. Million dollars, понятно, наверное, всем, даже тем, кто не изучал в школе. And all your lifelines intact. Lifelines. Что это? Как думаете? Что такое lifeline? Напишите перевод. Так. Любовь, у вас что-то непонятное получилось. Наверное, не перешли на русский шрифт. Ну, да, линия жизни, цель жизни, но не здесь. Здесь, да, вот Сергей, ой, Алексей, Алексей Сироткин, скажите, вы помните, что такое lifeline? Алексей, помните, что такое lifeline? Можете нам перевести? Так, ну, Алексей либо забыл, либо отошел куда-то. Лайфлайн здесь в контексте забыл. Лайфлайн-подсказка. Ну, это как бы линия жизни, да, то есть это спасение какое-то, да, а подсказка спасение. Когда у нас идет по телевизору, кто хочет стать миллионером, у нас это называется подсказка. Лайфлайн, какое-то спасение, да. Да, это жизненно, жизненно важно, потому что это нам, нас спасает подсказка. Лайфлайн-подсказка здесь будет. Интект. Интект. Тоже, наверное, новое слово. Интект – это неиспользованное, нетронутый. Ну, разные, можно, значения. Интект – это целый, нетронутый, неиспользованный. Ну, здесь у нас раз о подсказке идет речь, что будет неиспользованная подсказка, да. All your, all, все, все, all your lifelines intact. Ни одна подсказка не использована, все остались. Дальше Риджис продолжает. You didn't need those stinking lifelines, did you? You didn't need – не нужны эти, those, эти stinking. Stinking – вообще есть не очень хороший перевод, да, вонючие. Но есть еще более хорошее слово – противные. Давайте мы переведем как противные, хотя вот больше stinking, например, это вот все-таки вонючие. Ну, у них в эфире это вполне нормально, у них не настолько это грубо звучит. Человек Риджис, ведущий, позволяет это в эфире сказать. Ну, мы переведем все-таки более мягко. Противные подсказки, не так ли? Chuckles. Chuckles, если для кого-то новое слово. Chuckles – это тоже смеяться, но так вот хихикать, ну, посмеиваться, фыркать вот от смеха. То есть это не такой вот смех, как love, да? Так, Ярослав, у вас тоже что-то, наверное, не перешли на русский шрифт, не поняла, какое слово написали. Chuckles – так точно. Chuckles, то есть да, да, хихикать, фыркать от смеха, вот такое будет значение. То есть он посмеивается, он не смеется, а вот посмеется. Риджис, well, let me just bring you up to date here. Риджис говорит, let me just bring you up to date. То есть, ну, напомнить, да, обновить информацию, напомнить, какое положение вещей. Ну, Джон соглашается, Джон говорит, please. If you miss, you will be reduced by 468,000 dollars. Давайте вот этот кусочек переведем, чтобы небольшими. If you miss, если ты, miss, miss – это промахиваться, проигрывать. То есть если ты не попадешь в ответ, you will be reduced. Reduced – это в русском языке встречается слово редукция. Редукция – это сокращение. То есть ты потеряешь, да, 468,000 долларов. You'll go back down to 32,000 dollars. И вернешься к 32,000 долларов. Это несгораемая сумма. То есть вот он потеряет 468,000 долларов. Ah, here it is. A one million dollar question. You really see this here? Only one of the contestants ever won. 500,000 dollars on our show. So if you're ready, let's go for the million. Ну, we just got – ah, here it is. Ну, давайте пойдем. A million dollar question. Вот вопрос на миллион долларов. We really see this here. Мы редко с таким встречаемся. Only one of the contestants ever won. Единственный, да, один из одного contestant – это участник вот всяких видеопередач. Он называется contestant. Нет participant. Есть participant – слово участник, но тот, кто участвует в передачах, где соперничество какое-то есть, то это будет слово contestant. Тоже выпишите, кто не знал. Напоминаю, что слово one произносится фактически как один. One. Бывают ошибки. Да, конкурент, любовь. Боишь, конкурент, ну, тут противник, больше соперник, потому что они в игре. Если в игре. Конкурсант можно перевести. Да. Да-да-да. Значит, мы остановились, только один из одного, да, участника вот этих конкурсантов, претендентов, да, на победу. Он когда-либо выигрывал пять сотен тысяч, да, пятьсот тысяч долларов в нашем шоу, on our show. So, if you're ready. Ну, итак, если вы готовы, let's go for the million. Идем за миллионом. И дальше следует вопрос. Which of these US presidents appeared on the television series Lafayne? Какой из президентов США появлялся в телевизионном сериале? И как переведете Lafayne? Lafayne. Ну, перевести можно разными способами. Есть устоявшийся, да, вот перевод. Но, на самом деле, это название можно разными способами перевести. Lafayne. Как мы переведем? Как назывался сериал, если на русский перевести? У кого какие варианты? Так, засмейся. Угу. Смехи. Да. Ну, устойчивые. Больше нет вариантов ни у кого? Никто не хочет попробовать смеяться? Ну, вот переведен так. Устойчивый принятый перевод. Это Хохма. Сериал называется Хохма. И который из президентов появлялся, эпид появляться, да, ну, снимался, эпид появился в этом сериале. Следующий слайд. И дальше нам вариант A, B, C, D предлагается Лидон Джонсон, Ричард Никсон, Джимми Каттер, Джеральд Форд. Это не будем переводить. Видите, так понятны это имена президентов? Ридис. We've got your son, John, with us here right now. С нами ваш сын, Джон. Так, не перелистнула я сейчас. Так. Да-да-да. Сейчас, мне кажется, перелистнула. Давайте я перепроверю. LaFen. Так, вот дальше вот этот вот слайд у нас идет. Джон призадумался, чаклс, ну, снова смеется, ну, так вот посмеется, фыркает от смеха. I'd like to call my parents right now. Я хотел бы позвонить родителям прямо сейчас, right now, прямо сейчас. We just sure, конечно. Джон, use my lifeline, call my parents. Буду использовать use, использовать, использовать мою подсказку, lifeline, подсказка, call my parents. Ну, звонок, мы говорим другу, да, он говорит, позвонить родителям. У нас в игре звонок другу. We just asked, what are their names? Как их зовут? John, my father, I'd like to talk to my father. Он говорит, что будет звонить отцу. My father, отцу. Я хотел бы поговорить с отцом. Does he have a name? У него есть имя? Tom. He does have a name. Tom. Его зовут Том. У него есть имя Том. И смотрите, здесь вот интересный момент. Tom, he does have a name. В утвердительном предложении употреблен вспомогательный глагол. Кто не знаком с вспомогательными глаголами, не надо сейчас заморачиваться. А кто знаком, тот пусть обратит внимание. Мы могли бы сказать, he has a name, но тут he does have a name. Так мы, да, подчеркивается мысль любовь, совершенно верно. Мы хотим, вот, конечно, да, усилить, усилить, определенно он имеет имя, для усиления. Да, совершенно верно, знаете. Regis, all right, our friends at AT&T will get your debt on the line. Здесь у нас встретилось название AT&T, это, как у нас вот МТС, да, мегафон. American Telephone and Telegraph. Компания American Telephone and Telegraph. Значит, наши друзья на вот этой телефонной станции американской, American Telephone and Telegraph, will get your debt on the line, свяжутся с отцом. On the line, чтобы он был онлайн. Все знают слово онлайн. Да, да, оператор. And we'll see if he can help you. И мы посмотрим, сможет ли он помочь тебе. Phone rings, звонит телефон. Tom, hello. Ну, это не будем переводить, это понятно. Regis, hello, Tom. Regis спрашивает, ну, Tom там, здравствуйте, Tom. Regis Philbin here from Who Wants to be Millionaire. Здесь, значит, Regis Philbin, это так зовут ведущего. Кто хочет стать миллионером, Tom здоровится, hi. Так. Пролистывается. Сейчас. Почему же пролистывается? Сейчас мы с вами наладим. Почему-то один не хочет. Вот, попали. Ура. Вот теперь уже Regis говорит, We've got your son, John, with us here right now. У нас здесь ваш сын Джон. Прямо сейчас. He's doing pretty well. У него хорошо получается. Doing pretty well. Хорошо получается, хорошо справляется. Потом отец отвечает, good. Хорошо. Regis. He's blown a half a million dollars. Он выиграл a half a million. Полмиллиона долларов. Том. Вау. Тоже вау мы понимаем, не переводим. Regis. And he's going for the million dollars. И он собирается идти за миллионом долларов. Том loves. Том смеется, отец. And he needs your help together. И ему нужна помощь, чтобы туда попасть. Том. Окей. Хорошо. Regis. He's going to come on the line. Read the question for possible answers. One of them is the right answer. Он, значит, собирается ответить. Ну, в смысле, в трубку. Онлайн. Он собирается сейчас с вами поговорить. On the line. Да. То есть на связи. Он сейчас будет на связи. Да. На линии. Ну, на линии, на связи. Считаем, значит, вопрос. Four possible answers. Четыре возможных ответа. И смотрите, американцы, они get answers. Да. Не answers. Answers. И один из них правильный. One of them is the right answer. Один из них правильный. And the next voice you hear will be John's. И следующий голос, который вы услышите. Next voice. Следующий голос. You hear will be John's. Будет голос Джона. Джонс. Притяжательный поддерж. Джон, you have 30 seconds starts right now. Джон, у тебя есть 30 секунд, которые начинаются прямо сейчас. Опять пролистывается. Я потихонечку буду нажимать. Может быть, я очень... Нет, все равно пролистывается. Как-то очень... Вот. Попало. Hi, Dad. Джон здоровается со соцом. Hi. I don't really need your help. На самом деле, мне не нужна... I don't need. Да? Мне не нужна твоя помощь. I just wanted to let you know that I'm going to win the million dollars. Я только хотел, чтобы ты знал. Let you know. Позволить знать, да? Хотел, чтобы ты знал, что я собираюсь выиграть миллион долларов. Audience laughs and cheers. Аудитория смеется и ликует. Че. Это что у нас? Че. Как переведете? Переведете? Я подскажу. Вот есть у нас... Да, поддерживать, да, подбадривать. Cheerleader у нас есть, да? Девочки с такими вот... Со всякими помпонами и блестящими. Да, болеть, поддерживать. Да, это... Cheerleaders это группа поддержки. То есть аудитория, она смеется и поддерживает, подбадривает его. Она с ним. Она шумит там. Да? Звуки издают подбадривающе, поддерживают, да. А, и дальше он отвечает. А, because the US president who appeared is Richard Nixon. That's my final answer. Потому что президент Соединенных Штатов, который появился, ну, вот в этом фильме, это Ричард Нитсон в сериале. И это мой окончательный ответ. Final answer. Мой окончательный ответ. Ридис, well, my gosh, what can I say except Debbie, you're going to Paris, and this is the final answer, hurt all around the world. Well, my gosh. Вот здесь Ридис говорит, о, боже. Ну, gosh, это такое выражение, которое, ну, чтобы не богохольствовать, да, чтобы все время не говорить, oh, my God. Вот, они очень любят гош, употреблять, чтобы не упоминать имя Бога в суе. What can I say, что я могу сказать, except Debbie, you're going to Paris. Debbie, ты едешь в Париж. Дебби, это жена Джона, и вот Ридис, ей говорит, ну, все, едешь в Париж. And this is the final answer. И это, ну, вот он имеет в виду мой окончательный ответ. Окончательный ответ. Hurtle around the world, который услышал мир. He's won a million dollars. Он выиграл миллион долларов. Audio screaming. Ну, аудитория, там, вот эти звуки издает. Scream вообще, там, выкрикивать, даже визжать иногда. Да, визжит. Да, визжит от восторга. И Ридис поздравляет, говорит, congratulations. Мои поздравления. Так, значит, так, опять перелистывается. Очень, ой-ой-ой-ой, прям совсем перелистнулись странички. У меня к вам такой вопрос. Вы выписывали, ну, должны были, да, выписывать. Задание такое было. Выписать незнакомые слова. Посчитайте, пожалуйста, сколько у вас получилось незнакомых слов. Пять. У кого еще, сколько? Посчитайте. Так, семь, четыре, четыре, пять, пять, семь. Ну, немного слов. Немного слов. И, смотрите, всего, вот подумайте, всего было четыре, пять, ну, семь максимум слов, да, незнакомых. И текст был не понят многими наполовину, на 50%. Смотрите, сколько тут много слов. И вот всего там четыре или семь слов затруднили понимание. Это вот о чем говорит, ну, мы дальше с вами еще раз тогда скажем. Говорит это о том, что мы, когда слушаем, мы, если слышим незнакомое слово, то все, мы как просто теряемся и перестаем понимать, что дальше идет. А концентрируемся на том, что не поняли. А вот нам надо поменять полярность и концентрироваться не на том, что мы не понимаем, а концентрироваться на том, что мы понимаем. Мы так в русском языке делаем. Мы в привычку себе взяли в русском языке, концентрироваться, мы же тоже не все слова знаем и не все понимаем, и не все слышим. Иногда там и шум на улице, но мы все равно русскую речь воспринимаем, мы ее слышим. А вот английскую нет, потому что не выработана привычка. Мы, как только новое слово встречаем, все, мы уже не, целый блок, целый блок мы не понимаем. И вот похожим образом, как мы сейчас с вами работали с текстом, вы дома тоже будете прорабатывать. Вот по нашей схеме, по алгоритму проработки видео, но разница будет в том, что у вас будет печатный текст перед глазами, сейчас мы выписывали слова. А вообще, вот как корректоры работают, они слова, ну, либо они вычеркивают, либо точки ставят над словами. Это тоже очень хорошая техника, когда точку ставишь, как бы помещаешь это слово. Выделение, вот highlighted word, оно не так сильно слово вот выстреливает из общей массы. Вот именно точки, когда вы ставите точка, 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 почему еще все-таки я за точки. Если вы научитесь в тексте над незнакомыми словами ставить точки, то когда вы будете слушать незнакомую речь, незнакомый фрагмент на слух, то вы сможете мысленно ставить на звучащем словом точки. А вот поэтому highlighted word, оно здесь проигрывает. Вы не сможете незнакомое слово выделить, вот так вот highlighted сделать, маркировать. А вот точку сможете поставить, вот это слово, вот это слово, и вот отстрелить его, да, как бы выстрелом просто вот эту точку ставим, отстреливаем незнакомые слова, и это поможет концентрироваться на том, что вы понимаете. То есть похожим образом будете работать, но немножко будет отличаться. Я даю пошаговую инструкцию для работы с аудио или видео. Мы с вами некоторые пункты уже брали. То есть мы сначала смотрим, слушаем фрагмент, отвечаем на вопрос о чем он? Скимминг. Да? Тема. Основная тема. Второй пункт. Это мы еще раз смотрим, слушаем, что-то там вычленяем, пытаемся как можно больше понять. Скэннинг делаем. Третий пункт, я назвала это просеивание скрипта. Это вот как раз то, что мы ставим точки над незнакомыми словами, да, и пусть они остаются, а наше понимание дальше вот пойдет, вот, чтобы у нас вот поднималось, вот просеивалось все. Незнакомые слова пусть они остаются, чтобы мы не концентрировались. Ну, то, над чем мы должны были бы точки стоять, вы их выписывали. Дальше, что мы делаем с этими словами, над которыми точки стоят? Мы начинаем работу со словарем. Мы находим значение новых слов в словаре. И если, конечно, слово многозначное, то мы будем ориентироваться на контекст, что тут все-таки слово, значит, он, например, нам сегодня лайфлайн, да, встретилось. И здесь это было не линия жизни, здесь это была подсказка. Дальше мы начинаем учить слова. Когда мы запомнили их значение, мы читаем весь текст вслух. И если мы поняли все, что мы прочли, мы переходим к следующему этапу. Если не поняли, то снова работаем со словарем, учим слова, то есть прорабатываем четвертый, пятый пункты. И вот когда мы таким образом проработали, прочитали, мы еще раз смотрим фрагмент без опоры на текст. Если мы все-все поняли, все услышали, каждое слово, которое вот было написано, мы его услышали, мы его поймали. Это отлично, мы идем дальше. Если мы не поняли, мы возвращаемся к пункту 5 и 6. И снова прорабатываем. Пока мы отчитываем, слова запоминаем, значит, слово забылось, значит, опять для нас это непонятное слово, забыли значение. Ну, если все нормально, идем дальше. Мы читаем слов в скрипт, подражая речи носителей. Особенно важна интонация, ритмический рисунок. Ну, не секрет, что иностранцы, ну и, наверное, мы тоже иностранцы, вот сейчас только у меня была школа, у меня были немцы, в основном французы. И важен очень ритмический рисунок. Вот когда ошибка делается грамматическая, нам не так режет слух, то, когда делается ошибка в интонации. Когда вроде бы рассказ, да, а интонация вопросительная. Вот я как раз с иностранцами со своими начала с интонационных конструкций. И бились мы, бились с этими интонационными конструкциями. Очень тяжело у них получалось. И когда они говорят с неправильной конструкцией, русское это предложение не воспринимается. То же самое, когда мы с неправильной интонацией говорим, нас очень тяжело иностранцам воспринимают. Намного проще нас будет воспринимать, если мы ошибаться будем в грамматике. Вот это правда. Они обращают внимание на ритмический рисунок. Ну, кто пойдет дальше в коучинг, мы разберем вот этот ритмический рисунок. Он имеет определенный темп. Просто его можно даже зарисовать. И важно записывать себя на диктофон. И служить, как мы звучим. Причем вот это записывание себя на диктофон, это не только для того, чтобы посмотреть свой результат. Да, вот, например, я начал только, да, говорить. Вот как я говорю сейчас? А как я через месяц буду? Это тоже очень важно, потому что, когда вы не видите своего результата, нет прогресса, теряется мотивация, и вы начинаете, в общем-то, бросать изучение английским. А когда вы видите результат, то вам хочется идти вперед. Но тут даже не столько для того, чтобы видеть результат, хотя это тоже очень важно. Записывать себя нужно для того, чтобы привыкнуть говорить и себя слышать. Когда вы записываете себя, вот важно записывать вообще каждый день. Вот, например, в течение месяца каждый день себя записывать. Через месяц вы уже настолько привыкнете говорить на английском, что вот проблемы вообще с языковым барьером уже просто не будет. Потому что для вас это станет естественно. Нужно вырабатывать привычку говорить. И ослушать себя тоже важно, потому что первый раз вы слушаете, вам кажется чудным, ваш голос там может даже там совсем вам не понравится. Как вы звучите. Но вы должны привыкнуть к своему голосу и понимать, как вас слышат люди. Дальше мы после того, как себя записали, снова смотрим видео и сравниваем себя. Мы также говорили, как носитель или нет. Ошибки можно подчеркнуть, выделить как-то. Тут уже без разницы, как вы будете выделять. Highlighted, маркером, выделителем, да, или подчеркивать. Дальше мы отрабатываем несколько раз звучащий текст по технике shadowing. Соборы на печатный текст об этой технике. Дальше пойдет речь, я о ней расскажу. Это совершенно чудо техника, волшебная техника, которой пользуются все полиглоты. И записываем себя, работающего по технике shadowing на диктофон или видео. И высший пилотаж – это проработка видео или аудиофрагмента по технике shadowing без опоры на текст. Это уже высший пилотаж. Так, следующий слайдик мой сейчас. Да, вот вы видите на слайде Александра Аргуэлеса. Это полиглот, профессор. И он автор вот этой техники shadowing. И он выучил по этой технике 50 языков, около 50 языков. shadowing – это следование за рассказчиком, как тень. Ну, shadow – тень, да? Я смотрю, пропустила ли? Да, все правильно. Мы как тень, как привидение следуем за рассказчиком. Тот, кто говорит, мы говорим вместе с ним, оттеняя его. И здесь не нужно делать какую-то паузу, да? Это вот более низкий уровень, когда мы слушаем, повторяем. Но вы с этим, наверное, сталкивались все. Я думаю, все прошли через это, когда мы слушаем по предложению. Предложение прослушали, паузу поставили, повторили. Вот техника shadowing – это уже следующий уровень. И вы не ждете, вы не пытаетесь проговорить все, проговорить, вот все, все, каждое слово. Если вы где-то отстали, значит, вы там дальше догоняете, не проговаривая, но кусочек вы пропустили, а вступаете вместе с ним и говорите одновременно. Ничего страшного, что какой-то кусочек у вас выпадет. Потом, когда вы отработаете хорошенько, то уже, ну, будет все уже нормально. То есть вот этой техникой активно пользуются полиглоты при изучении новых языков. Я думаю, что это очень важно.